Человек забегает в дом и видит лифт. Желание увидеть свет побеждает опасения и счастливый парнишка нажимает на кнопку вызова лифта. Вместо лифта к нему приезжают гантрапы, а двери позади предательски закрываются. Аплодисменты, занавес, лайк и колокольчик. Ну давай, ну давай, да молодец. Они нормальные вообще? Опять куча всего мне принесли. Привет. В Расте уже неделю вовсю работают лифты. Самые горячие фиксы позади, так что пора показать вам абузы, связанные с новым игровым предметом. Ролик, как и принято, делится на теорию и практику, а также дополнительно разделён таймкодами на части. Переключиться к тому или иному фрагменту ролика можно заглянув в описание. Но сначала, так как предмет совсем новый, давайте я введу вас в курс дела. Лифт – это предмет из вкладки «Электричество», который потребляет 1 единицу энергии в простое и 10 единиц во время движения. Его можно найти в хороших ящиках на карте, либо купить в городе NPC за 250 скрапа. Крафтится один блок за 5 МВК, 300 металла и 3 шестерёнки, и требует для крафта второй верстак. Чтобы поставить лифт, достаточно лишь установить фундамент, а чтобы увеличить количество этажей в шахте, дополнить один блок другим. Разворачивать лифт можно кнопкой «Р», как и остальные предметы. А вот на верхних этажах направление выходов менять нельзя. Оно зависит от выходов первого этажа. Это стоит учитывать при планировке дома. Максимальная высота шахты – 6 этажей. Также стоит учитывать, что внутрь шахты нельзя поставить практически никакие предметы. И даже вещи, которые ставятся на стену, при установке шахты ставятся только на самую верхнюю её часть. Так что, если вы хотите удобно поставить рычаг или кнопку, то сначала ставьте их, а потом уже шахту лифта. Сам по себе лифт имеет 600 единиц прочности. Однако, по факту, у него есть сильные и слабые стороны. Сильная сторона – это верхняя часть лифта, его подъёмный механизм. Если стрелять в него разрывными патронами, уйдёт около 200 единиц. Нижняя же часть разрушается всего за 100 разрывных. А при учёте огня разрывных и того дешевле. Вдвоём его довольно просто выдолбить бурами. Одна прочность бура снимает один из хп лифта, вне зависимости от того, куда бить. А также лифт можно сжечь одной зажигательной ракетой, либо примерно за 300 единиц топлива огнемётом. На верстаке починить лифт нельзя. А при 10% хп на его починку киянкой уйдёт вдвое больше шестерёнок, чем нужно для крафта. Так что лифт чинить не особо выгодно. Снимается он киянкой, без потери хп, исключительно при привилегии строительства. Для электричества у лифта есть сразу несколько входов. Главный находится на самом верхнем этаже, это основное питание лифта, без него он не будет двигаться, а также подсвечиваться лампой. Также на каждом этаже есть ещё по два абсолютно одинаковых входа. При подаче заряда на любой из них, лифт приезжает на этаж, куда был подан заряд. Эти входы не являются обязательными, так как управлять лифтом можно изнутри при помощи двух кнопок. Однако, если вы стоите на первом этаже, а лифт висит на третьем, чтобы спустить его, придётся запитать нижний контакт. Для удобства вызова лифта можно использовать кнопки, нажимные плиты, рычаги и так далее. Что ж, с лифтом всё понятно. Не будь я воткоком, а эта игра растом, это видео можно было бы назвать гайдом по лифту и оборвать на этом моменте. Но всё-таки мы в самой неадекватной игре, так что основное применение лифта на сегодня – убийство людей. Наверное, слишком смачно это сказал, и мне по-любому прилетит жёлтый бакстер ролик. Но да ладно. Поигравшись с этим красавчиком, я понял, что есть аж три способа заставить человека в шахте лифта потерять лут. Первый банален. Если встать под двигающийся лифт, игрок мгновенно умирает, вне зависимости от брони, здоровья и даже силы духа. Второй чуть посложнее, но, говорю заранее, он очень тупой. Когда мы увеличиваем этажность лифтовой шахты, по какой-то неведомой логике сам лифт телепортируется на последний этаж. Следовательно, если человек стоит на пятом этаже, а мы устанавливаем шахту на шестом, лифт на пятом пропадает, а игрок падает вниз. Третий ещё тупее, но о нём я расскажу отдельно чуть попозже. Давайте для начала добавим немного красок в первую потенциальную ситуацию, в которой может оказаться игрок. К практике, как я уже и сказал, мы перейдём чуть позже. Итак, наша задача такова – заманить человека в лифтовую шахту и не выпускать до тех пор, пока лифт не опустится ему на голову. Решить эту задачу можно несколькими способами. Во-первых, можно замаскировать под кнопку подачи лифта на этаж кнопку закрытия двери. В этом случае жертва забегает в шахту, видит кнопку и лифт в небе, нажимает на кнопку, а пока пытается выйти из комнаты, дверь уже закрывается. Минусом этой системы является то, что заряд на дверь подаётся с опозданием, так что из комнаты можно спокойно выйти, если знать, что это нужно делать. Дабы не прибегать к сложным и затратным электрическим схемам, можно заменить основную дверь в комнату дополнительной двойной. В этом случае человек нажимает на кнопку и выход из комнаты просто перекрывается со стороны. Выбежать из такой комнаты можно спокойно, но делать это будет только тот, кто уже попался в такую ловушку. Для него можно оставить на втором этаже пару гантрапов, если вызвать лифт, у него всё же удастся. Подняться на таком лифте всё равно не получится. Теперь давайте покажу схему такой ловушки. Начинается всё с солнечной панели, которая подключена в батарею. Так же, как и в предыдущих моих видео, солнечная панель запитывается сквозь потолок. Таким образом, даже попавшуюся в ловушку клан не сможет её обесточить. От батареи заряд идёт в бранч, где ветка отводится на двигатель лифта. Оставшиеся семь энергий идут в ту самую кнопку снизу. Далее от кнопки заряд снова делится бранчем. От бранча он идёт на дверной контроллер и нижнюю часть лифта. Таким образом, при нажатии на кнопку лифт едет на первый этаж, а дверь на время открывается. В начало этой схемы можно также добавить рычаг, чтобы питание лифта можно было отключать. Со стороны такая ловушка будет очень маленькой, а значит и ресурсов требует совсем мало. Теперь переходим ко второму варианту ловушки. В нём нам не понадобится электричество вообще. Она будет приводиться в действие вручную. Строится простая конструкция, в которой вход осуществляется со второго этажа, а внизу припрятаны гантрапы, либо любые другие ловушки, вплоть до тиммейта с двушкой. Высота шахты не имеет никакого значения и может быть даже всего три этажа. Над входом стоим мы с подготовленным лифтом в руках. Осталось лишь самое простое. Дождаться пока кто-то войдёт в лифт и поставить над ним шахту. В этом случае лифт под ногами жертвы пропадает и она падает на первый этаж. После этого можно спокойно снять верхнюю шахту киянкой и лифт вновь вернётся на прежнее место. А ловушка снова заработает. Теперь давайте усложнять. Ведь мало кто станет стоять в пустом лифте и ждать чуда. Во-первых, игрока можно заинтересовать дополнительным этажом. Например, вот так. Человек становится в лифт, видит сверху лут, просит тиммейта сделать подсадку, а пока они возятся, лифт магическим образом пропадает. Вот другой вариант. Здесь наш тиммейт стоит и ломает лифт киркой. Игрок, убивший тиммейта, будет заинтересован прочностью лифта и целесообразностью его разрушения. Так что поставить в шахте как минимум несколько секунд. Да и на то, чтобы золотать труп, также уйдёт какое-то время. Тут можно выкручивать эту схему как угодно. Главное знать две важные детали. ХП лифта не тратится при снятии, а при установке нового этажа лифт телепортируется на самый верх. Думаю, и первое и второе разработчики на днях пофиксят. А вот то, что они точно не пофиксят, так это третий. Самый тупой, но в то же время самый умный способ. Месяцами растеры бьют голову над тем, как же оставить игрока активировать их электрическую ловушку. Но с введением в игру лифтов эта проблема решилась сама собой. Именно этот вариант ловушки я проверю на прочность на сервере, ведь как мне кажется, такая ловушка избавляет владельца от всей грязной работы. Принцип здесь максимально прост. Человек забегает в дом и видит лифт. Желание увидеть свет побеждает опасения и счастливый парнишка нажимает на кнопку вызова лифта. Вместо лифта к нему приезжают гантрапы, а двери позади предательски закрываются. Аплодисменты, занавес, лайк и колокольчик. А теперь давайте посмотрим самый простой и дешевый вариант схемы для такой ловушки. Нам понадобится солнечная панель или любой другой источник энергии, любой аккумулятор, даже самый маленький сойдет, красная кнопка, разветвитель, два дурконтроллера и все нафиг. Нет, правда, абсолютно все компоненты для этой ловушки помещаются на ходбаре игрока. Осталось лишь раздобыть лифты и гантрапы, но без этого сами понимаете никуда. Подключение здесь до ужаса простое. Запитываем кнопку аккумулятором, а от кнопки подключаем два контроллера через бранч. Главное сделать видимость того, что кнопка подключена именно к лифту. Контроллер, блокирующий двери, можно спрятать прямо внутрь нее. Для этого снимаем дверь, ставим контроллер на фрейм, сразу запитывая, а после устанавливаем дверь и кликаем на привязку. Дополнительно, вместо стены можно поставить окно. Благодаря нему не будет чувствоваться камерность помещения. Вообще весь дом должен выглядеть довольно странно, чтобы тип, забегающий в него, не понял, что это ловушка. К слову, за блокирующую дверь можно также установить гантрап, если у жертвы вдруг будут тиммейты. Саму ловушку вполне выгодно делать крупной по размеру, ведь пробраться в огромный дом клана, та вы шо, это же самый цимус. Тем более, когда тут лифт под рукой и вообще все круто. К слову, если дополнить схему еще одним разветвителем, то энергии хватит и на то, чтобы запитать лифт, но работать это будет чуть не так классно. Зато лампа будет помогать привлекать народ ночью, да и сам лифт сделает обслуживание ловушки куда удобнее. На этом теория практически закончилась, и можно начинать переходить к практике. И если для вас этот переход простая смена кадра, то для меня с момента написания текста прошло гребаные три дня. Создание подобного рода видео – самое неблагодарное занятие на свете. Сначала ты бьешь бочки, потом ломаешь кабины. Потом снова бьешь бочки. Теперь ломают кабину тебе. Ты изучаешь кучу всего, а потом оказывается, что оно у тебя уже давно было изучено. Потом ты ложишься спать. А на утро тебя рейдят. Далее ты убиваешь челика, который хотел поселиться у тебя в хате, но тебя рейдят снова. Потом еще разок, и вот ты вновь лутаешь санную дорогу. Все короче, хорош болтать, давай я быстренько скипну бессонную ночь строительства всей этой шелухи и сразу покажу, что из этого вышло. Ведь если не показать работу ловушки на практике, как бы мудрно в соло это не было, комментарий из разряда «Да ты что, только тупой попадется в такую ловушку, бесполезно, лут не приносит, не работает» даже искать не придется. Они сами меня найдут. Прямое включение. Пока я лутаю ТРТ, хочу сказать, что это самое лучшее место, чтобы лутать подобные вещи. Если вы хотите налутать какие-нибудь предметы из обычных крейтов, да или просто развиться, обязательно бегите на это ТРТ. Я не знаю как вам, но мне она нравится просто безумно, потому что крейтов здесь спауниться очень много, никакие залуды никогда здесь не ходят, и в целом игроков здесь довольно мало. Плюс тут есть охрененно удобный переработчик, о котором я уже тоже несколько раз говорил. Так что в целом, это самая подходящая для меня РТ на данный момент. Золотать его можно буквально за 5 минут, а при этом ящиков открыть куда больше, чем за целую длиннющую дорогу. И опасности тут, на удивление, куда меньше, чем на дороге. Такие дела. Ладно, теперь переходим в более живой формат, теперь уже без пустозвучки, ну и приятного просмотра. Самые горячие фиксы позади, так что пора показать вам абузы, связанные с новым игровым предметом. Ролик, как и принято, делится на теорию и практику. Ну давай, ну давай, да молодец. Ммм, калашик вкусненько. Ай, хорошо как. Чтобы вы понимали, ловушка работает 55 секунд. За 55 секунд плюс калаш с топами, плюс арморчик, ну нормальная тема. Парень с постановой я поэтому его разрубил, чтобы вы ни в коем случае не увидели его ник. Это мой лучший друг. Учимся с ним с третьего класса вместе. Ладно, буду дальше стоять, чё? Попутно записываю ролик. Так, давайте проверим снова, работает ли всё. Нажимаю кнопку, раз-два, отлично. Ещё кто-то. Так, заинтересован. Так, 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 так. По upkeep time можете увидеть, сколько времени прошло с предыдущего человека. Наверное, секунд сорок. Скорее всего, это тот же прибежал вынюхивать, чё тут да как. А самое забавное, то что я настолько долго готовился к записи, что пока я это делал, все мои остальные хаты зарейдили. И, по сути, кроме вот этой вот сейчас ловушки, у меня нет ни одного схрона, куда бы я мог, в принципе, отнести ресурсы. А то есть, если сейчас какой-нибудь клан и случайный богин, и они решат меня зарейдить, то они меня зарейдят, потому что... Во-первых, я один. Во-вторых, я абсолютно не умею играть в эту игру. А в-третьих, у меня абсолютно конченное расположение лута. То есть, у меня тут буквально всё за одной стенкой. При том, что оборонять эту стенку вообще никак нереально. Ничего, прорвёмся, как говорится, прорвёмся. На всякий случай, ловушку я строил исключительно в соло, на сервере для троих игроков, также не использовал никакие премиум аккаунты и донаты, и не пользовался трейдом, дабы максимально приблизить условия к официалке. Камушки, что ли, бьёт? Так, может, он мне камушки принесёт? Я просто только хотел пойти пофармить что-нибудь, а то это... У меня обкипа не так много, я все ресурсы просрал, пока строил. Может, мне не надо никуда ходить, может, он мне сам принесёт? Так, что-то он там бежит куда-то, товарищ. О, здравствуйте. Ну, вам как бы... Не буду я произносить матерные слова, дабы мне никакого жёлтого не пролетело, но я думаю, он понял, что ему грозит. Не сработало, давай-ка вторую. Оу, как же так? Как же так? Как жаль человека. Так долго, бочка, ещё и серебряные монеты не начисли. Господи, как же хорошо. Так, ревик, оу, май. Ну ладно, не так уж и много на самом деле. 150 скрабов. Так, эта дверь закрыта, давайте проверим снова. Раз, два, отлично. Ну и идём как бы на базу. Если вы вдруг не поняли, то пока ловушка делала для меня лут, я занимался своими делами. Настолько своими, что я даже не просто не был у компа, я не был даже в комнате, в которой стоит комп. Тем не менее, за время приготовления ужина я смог наловить огромное количество людей. Хеллоу, мадефакер. Что ты делаешь сегодня? У него ещё и друг есть. Привет. Оху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Еппон, еппон! Блин, мне складывать некуда. Я бы мог делать это и дальше сколько угодно. Но так или иначе, ужин мне всё-таки пришлось прервать. Что стало причиной этого перерыва? Давайте посмотрим. Внезапный врыв в киноэфир. Рекламы в ролике нет, так что имею полное право наполнить про мою охеренную телегу по Расту. Там никакого спама, только самые сочные баги, ну и конечно же там есть чат, в котором иногда сижу я. Ссылка снизу, Сильвупле. Тут очень-очень жесткие пацаны на машине приехали. Здорово, братан! Что-то мне подсказывает, что на этом мои приключения кончатся. Их очень много. И они явно сюда не дружить пришли. Явно не дружить. Что? Ничего не павел. Что происходит? Мне даже печку не зовут, а чё? Тебе ничего не было. Они хотели бы кануть, но что-то пошло не так? Опять едут. Да ёбку мать. Они нормальные вообще? Опять куча всего мне принесли. Ещё один. Обращение к Артуру Маджикову. Это что, грамматическая ошибка? Артур Маджиков, я в тебя разочарован. Оу, привет! Добро пожаловать в мой дом! Так, что тут у нас? Ммм, 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 ммм. Ча, отдай петон для. Нет. Подай, пожалуйста, антирану. Ну, нет. Что такое? Чего ты стучишь? Что случилось? Смотрю, как все рейдится, а чё? А, ну, сзади пробуй. Я понимаю. Ну, вот. Нет, мига, там получилось. Давай, давай. Ну, сзади. Ну, фарм, бисер, я пиздаю. Приветик. Всем приветик. Ещё один, господи. Снимать ловушки можно вечно. Я бы мог просидеть так ещё сутки, двое, пятеро, да хоть до вайпа. В любом случае, игроки бы приходили, приходили и вновь приходили, вплоть до того момента, пока кто-нибудь не разозлился бы и не зарейдил нахер всё моё строение. Но я всё же на этом закончу. Вроде как достаточно показал. Будет замечательно, если вы оцените этот ролик. Ну и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok